Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня я вам покажу одну из своих любимых игр, Final Fantasy, конечно же, Final Fantasy XII. И здесь я буду побеждать одного из самых жёстких секретных боссов за всю историю Final Fantasy. А дело в том, что перед нами Язмат. На самом деле я уже несколько дней без остановки, в общем-то, не то, что без остановки, с остановками, конечно, бил вот этого гада. В общем, да, вы можете посмотреть на его количество жизней. Вот видите, там маленькая такая штучка, под большой линейкой есть маленькая такая штучка. Вот таких штучек маленьких было 50 штук. И я их снимал очень и очень долго. Вы видите, как это долго идёт. И буквально это отняло у меня несколько вечеров. Сражение с Язматом, у которого 50 миллионов хп, это очень сложная тема. Причём он убивает персонажей, ну вот просто сходу, как вы видите. Видите, они все помирают. Просто постоянно помирают персонажи. И это довольно тяжело. Тем более, вот сейчас мы перешли в режим, вот эти персонажи перешли в режим просто тупо исцеления друг друга, потому что им нужно просто выжить. Получается, что большую часть боя, особенно ближе к концу, когда он начинает просто атаковать и сносить всю партию, остаётся только вот отбиваться от него и выживать. Иногда нанося удары с помощью, там у меня ван, он всегда под берсерком. Она усиливает его, но не даёт ему делать другие действия, кроме атак. И он постоянно просто атакует усиленно противника. Да. Ближе к концу я вообще никак не мог ничего ему сделать, потому что он сносил всю партию. Мне пришлось накинуть на Пенелла, вот там девочка, она сдохла недавно, вот она мёртвая внизу, видите, ходится. Так вот, на неё пришлось накинуть специальный интересный такой статус, который работает очень мало по времени, но при этом даёт возможность менять между собой урон и исцеление. Ну то есть, когда мы получаем урон, мы наоборот исцеляемся, а когда исцеляемся, получаем урон. Он вот такой вот статус есть, реверс называется. И Пенелла накладывает его на себя. И если босс полностью переключается на неё и начинает её бить, тупо физическими атаками, то, в общем-то, всё идёт хорошо, она постоянно лечится, а остальные бьют из мата. В таком случае мы умудряемся снести, там, не знаю, может быть, четверть одной вот такой вот полосочки, в лучшем случае. В худшем он в итоге её убивает с помощью магической атаки, вот, например. Или просто добивает её, когда реверс спадает, он спадает довольно часто. И вот он делает циклон, и все персонажи просто после этого умирают, которые на поле находятся. Всего их шесть, на поле находятся три. Три умирают, вызываем ещё дополнительно там двух-трёх. Они исцеляют кого-нибудь. Вот, например, сейчас мы ещё сделаем. Вот, убираем ванну, убираем франну, и достаем двух вот этих персонажей, они должны как-то это... Вот сейчас выживач начинается. Просто выживач, пытаемся выжить. Смотрим у из мата, есть ли реген. Если покинуть поле, когда у него будет реген, там, особый статус, то жизни у него будут исцеляться, и это очень печально. Это прям невероятно печально, это грустно. Вот, в общем, теперь мы хилимся. Пытаемся вылечиться, выжить. Выжить, аж убираем, потому что она лечит Пенелла, а на Пенелла реверс, и реверс наносит ей урон, конечно. В общем, да. Да-да-да. Из мат это просто гад отвратительный. Он очень жёсткий, он очень долгий. Просто несколько дней, причём несколько дней, и он как бы в таком приемлемом режиме сражается. То есть с ним можно как-то иметь дело, если поставить определённые предметы, защищающие от статусов. Ну, то есть можно. И ближе к концу, когда уже отняли почти все его жизни, начинается ерунда. Он просто начинает сносить всю партию физическими атаками. И это тяжело. Ну вот, Баш, Баш он нам нужен... А, всё, я сделал... Здесь небольшой скачок случился вперёд, потому что иначе видео бы заняло минут 30. Минут 30, вы посмотрели 30 минут, как вот это вот всё происходит. Здесь я всё ускорил. Теперь Пенела, Баш и Ван сражаются с ним. Как видите, Пенела под ревёрсом. Очень хорошо. Но с помощью магии её могут убить. Вот эта магия смертельная. Она не наносит урона, она просто убивает или не убивает вашего героя. Если там на нём есть щит, то он может не убить. Шилд тоже такой статус есть. Если его наложить, то с 50% вероятностью вот эта магия убьёт Пенела. Но мне не везёт, как видите. Пенела умирает постоянно. А Баш её исцеляет с помощью Фёникс Даунов. То есть перо Фёникса — это отличная штука. Причём в этой игре оно применяется быстрее заклинаний, но даёт меньше жизни при исцелении. Ну, в данном случае Башу... Здесь скорость полезнее оживления, потому что после каждого такого вот трюка... Это Тарноциклон. Знакомьтесь, вы уже видели его несколько раз. Очень мощная атака. Убивает всех просто. Кроме Пенела, потому что на ней находится та великая крутая штука. Штуковина, помните, да? Которая оборачивает удары. Вот. И мне повезло на этот раз. Но на этот раз уже не повезло, потому что Пенела убили. Мы как бы продолжаем. Да. Сражение такое долгое. Сражение неприятное. Но видите, как хорошо отняли. Кстати, на Ване находится очень крутая экипировка. Генжи экипировка. Вся полностью. Плюс у него еще висит специальный такой предмет, аксессуар, который называется Генжи Глоус. То есть перчатка Генжи. Ну, то есть нарукавник такой. Он позволяет наносить сразу несколько ударов. Увеличивает шанс, в общем-то, ударить несколько раз. Плюс ко всему, в руках у Вана Катана, специальная мусамуна, которая тоже имеет высокий шанс ударить несколько раз. И поэтому периодически Ван наносит по... Не знаю, по 3-4 удар за один ход. И это очень хорошо. Тем более, сейчас на Измате Измат повысил свой уровень вдвое. Видите, он красненький, значит, он повысил свой уровень вдвое. Плюс ко всему, на нем стоит блок. И больше 6999 единиц урона он получить не может в принципе. То есть мы могли бы надеть на Вана какую-нибудь очень сильную пушку, очень сильную какую-нибудь оружие, которое било бы очень мощно. И могло бы в теории отбирать больше 12 тысяч удара, но Измат с определенного времени ставит блок. И больше 6000 чем-то нанести уже просто в принципе нельзя. Поэтому количество ударов, видите, там 3 хитса написано, 3 удара нанес, и это намного быстрее получается добивать вот этого негодяя с помощью такого и такой хитрости. Как видите, все персонажи постоянно умирают, кроме Пенелла. Пенелла держится благодаря вот той хитрости, которую я применил. Сейчас циклон будет, и он попадет как раз под реверс, и она выживет, и Пенелла продолжит жить. Пенелла продолжит кушать, в общем-то, ману Вана. Вану Мана не нужна, заметьте, и она у него ворует ману постоянно. Плюс ко всему, она накладывает на всех статусы и лечит всех с помощью Эрайза, то есть полностью восстанавливает жизнь, и мы опять испугались, мы решили покинуть территорию, как бы потому, что, ну, мы ощущаем опасность, нам нужно немножко прийти в себя после сражения. Да, да, вот это, конечно, все очень интересно и замечательно. С этим негодяем сражаться всегда, всегда, всегда крайне трудно. Так, ну, все, 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 посмотрели, что, зачем я в лицензии тогда пошел, я не помню, честно говоря, уже. Ну, не важно, не важно. сейчас, в общем, будем его добивать уже наконец-то. Да, и осталось совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и мы бежим. Все, поехали, началось. Кара. Все, из мат у тебя меньше половины жизни осталось, и все, тебе конец. К сожалению, ты, ты был неплох, но он опять решил снести всех циклоном, он любит циклон. Ох, как это всегда долго и тяжело. Из мата я за всю жизнь, наверное, не знаю, убивал раз, пять, пять раз проходил игру, и пять раз его валил, но вот, да, давно этого уже не случалось. В прошлый раз, когда я проходил Final Fantasy XII, я просто дошел до уровня, когда у него оставалось пять вот этих вот жизней, вот этих вот, ну, именно пять линеек здоровья, вот таких вот, и просто забил, потому что, ну, это прям невозможно, это вот вообще невозможно с ним постоянно драться, и вот на этом уровне, как видите, он просто на этом этапе боя, он сносит, он любит сносить. Мы выживаем вот чисто исключительно потому, что он бьет сейчас по Пенелло, и постоянно ей подбивает, а остальные вот сражаются. Как видите, Пенелло получает урон, просто вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, бьет, 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 видите, она исцеляется постоянно, потому что он по ней ударил кучу-кучу раз, он там, одиннадцать хит у него просто, одиннадцать раз ударил Пенелло, понимаете, а у нее реверс стоит. Это просто было настолько круто, он занял столько, ну, он столько времени взял на это, что его очень сильно покромсали в итоге. И вот, все, добиваем, добиваем негодяя, опять одиннадцать ударов, опять одиннадцать, все, победа. Несколько дней, несколько дней на вот эту вот ерунду было потрачено, чтобы завалить из мата, но я в итоге справился, и это хорошо, это безусловно хорошо. Фух, все, вот меня победная заставка, мы молодцы, мы справились, игра работает на гамбитах, то есть все как бы, я управляю, как бы всем заранее составляю тактику, ну, я вот составил, и победил из мата. Это было трудно, это было непросто, и все, я все же справился, молодцы ребята, мы все молодцы, мы хорошо провели.